Всем намасте. Начинаем с поклона, локти в сторону и так-ка-ди-ми, 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 так-ка-ди-ми-ты. Хорошо. Вроде вы помните поклон, это радует, ручки перед собой, на 8 щитов опускаемся вниз, обязательно помните, да, копчик вниз, у вас включается пресс, собираете, складываете лопатки вместе, подбородок параллельно полу вниз, не опускайте. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Все, кто были на лекции, да, 5 минут назад, хорошо же сидели, да, зачем так прыгать. Так, теперь наклоны. Вспоминаем у нас тут жест. Называется проламба. Вы уже взрослые, должны знать название жестов. Через верх поднимаем, левый указательный пальчик обхватываем, опускаемся вниз, копчик тоже вниз, спина прямая. И помните, мы наклоняемся в сторону, при этом бедра остаются на месте и бочок вы не сгибаете. Бок вы стараетесь оставить максимально прямым. Это во всех танцах будет. Кроме того, что разминаем талию, вы стараетесь еще привыкнуть к правильным наклонам. Если вы наклоняетесь правильно, у вас начинает тянуть боковую мышцу. Если не тянет, то скорее всего бок вы скручиваете. От макушки до пупка двигаете корпус в сторону, бедра остаются на месте, то есть не выгибайте бок. Пробуем вместе. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Ну и поскольку сегодня первое занятие, делаем перекаты. У кого все хорошо с коленями, не болят, не хрустят, те делают. Перед собой ручка, кусочек на себя тянем. Раз, два. Спина прямая. Задача как можно выше подняться и опуститься. Да, если вы не поднимаетесь, то вы делаете это движение на растяжку этих мышц. Если поднимаетесь вверх, то качаются верхние бедрышки ваши. Хорошо. Вдохнули, выдохнули, встряхнули все, что начало болеть. Чуть-чуть топаем, разгоняем кровь по телу. Пальчики вместе. Кладем сзади на талию. Лопатки у вас вместе, плечи, шея расслаблены. Копчик вниз. Сначала у вас стопы рядышком. Открываем пятки, мысочки и опускаемся. Хорошо. По одному разу правой левой ножкой. Локти искусственно назад не заводите, они у вас свободно расправлены. Плечи вниз, шея расслаблена. И, ты, я, ты. Ты, я, ты. Ты, я, ты. Корпус на месте. Ты, я, ты. Вторая скорость. Ты, я, ты, ты. Ты, ты, я, ты. Третья. Ты, я, ты. Ты, я, ты. Ты, я, ты. Ты, я, ты. Хорошо. На всякий случай напоминаю, когда поднимаете ножку, она уходит назад. Да, да, коленку вы не поднимаете. Вы замахиваетесь. Пятка уходит назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. И это во всех движениях. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Семь, восемь. Колени у вас остаются на месте, да? Они смотрят сорок пять вниз. Давайте два правой, два левой, потом пять. И сразу к новому движению переходим, чтобы все успеть сегодня сделать. Два правой, два левой. И ты, я, ты. Ты, я, спина. Ты, я, ты, я, ты. Вторая скорость. Ты, я, ты, я, ты. Ты, я, ты. Третья, ты, я, ты. Ты, я, ты. Ты, я, ты. Ты, я, ты. Хорошо, пока топаете. Вспоминайте про спину и про то, что мы еще чуть-чуть улыбаемся. Хорошо. По пять раз мы делаем два медленно, три быстрее, два медленно, три быстрее. Приготовились. Так. И ты, 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 я, ты, я, ты, я, ты, я, ты, я, спина, ты, держите корпус, ты, там, садимся ниже, ты, ты, я. Ты, 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 ты Старайтесь себя не выдавать. Даже если для вас третья скорость сильно сложная, и у вас там так сильно напрягается мозг, на лице и в языке тела вашего все должно быть расслаблено. Вас это никак не сгущает, никакой пятой скоростью вас не удивишь. Первое, что случается в жизненной или танцевальной ситуации, напрягается вот эта часть шеи, плечи, они туда вперед, еще вперед наклоняешься и думаешь, что так ты себя чувствуешь, как будто ты больше, ты сейчас кого-то съешь. Естественный рефлекс, но так не получится. Наоборот, еще больше расслабляйте шею и плечи, чтобы снять напряжение мозг, пусть там себе взрывается. Так, пять сделали, и сразу учим новое движение. Будем учить новую подборочку, новую, господи, как это называется? Новый сборник, да? Вот мы с вами выучили восемь движений, мы их пока что не трогаем, сегодня первое занятие, чтобы вы немножко порадовались. Сейчас учим следующую подборку движений, ноги там будут практически одинаковые, меняться будут только руки. И эти ноги будут встречаться у нас с вами в жизни крайне часто. Раза три минимум в одном танце вы их будете видеть. Так, мне кажется, что мы даже начинали это делать. И за романтией, это движение в романтии сначала вправо, потом влево. Делаем удар правой ножкой на месте, потом широкий шаг, мысочек ставим назад, за правую ножку и удар левой, извините, правой. Теперь левая на месте, широкий шаг левой, правая идет назад на мысочек и удар передней левой ногой. Покажу сзади, напоминаю, да, у нас когда мы ставим ножку на мысочек, пятка смотрит максимально вверх. Вы также высоко поднимаете пятку к ягодицам, пятка смотрит вверх, вы вытягиваете этот мысочек, дотянете его в потолок, а если смотреть на вас спереди, то у вас мысочек передней и задней находится друг напротив друга. Хорошо, об этом не забывайте. Кто уже схватил схему движения, да, сразу начинаете добавлять вот эти мелочи, которые, собственно, и создают характер и красоту движения. Давайте еще раз. На месте, широкий шаг, мысочек, удар. И на месте, широкий шаг, мысочек левый, удар правой. Теперь левая, широкий шаг, правый мысочек сзади, удар левый. Еще раз. Та, тей, тей. Ножки высоко поднимаете, хорошо сидите. Та, тей, тей, та, тей, та, тей, та, тей, тей, та, тей, та, давайте еще раз. Я повернусь к вам спиной, и вы посмотрите, да, попробуйте скопировать ножки, как они выглядят сзади. Главная часть, это то, что они высоко поднимаются. Все вместе. И та, тей, тей, та, ды, тей, та, ды, тей, та, еще раз. Та, тей, тей, та, ды, тей, та, ды, тей, та, есть? Вдох, выдох. Попробуйте сами подсчет. Если ноги не запутаются, то добавим руки. Если они сразу быстро получатся, то тут же добавим другие руки. Под те же ноги. Готовы. Только ножки. Сами ручки за спиной. Сидите низко. Я уже помню, у кого какая высота потолка. И та, тей, тей, та, ды, тей, тей, та, ды, тей, 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 тей. Спина вперед, не падайте. Еще раз. Та, тей, тей, та, ды, тей, тей, стей, та, ды, тей, 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 тей. Первый шок прошел. Теперь опускайте камеру на ножки, если есть такая возможность. И то же самое, где уже улыбка вас не спасет. хорошо так есть ноги вижу почти все ноги хорошо приготовились спина прямая высоко их поднимаете так вдох выдох давайте еще раз у меня глаза разбежались по всему экрану плавненько растеклись еще раз вика чуть-чуть назад можете отойти буквально на пол шажка назад чтобы да да идеально приготовились и молодцы хорошо отлично можете возвращать себя хорошо так и вот эти ноги вот то что мы начали сейчас учили дайли продолжили учить это одни из самых основных часто встречающихся ног поэтому чем раньше они у вас вас врастут да вот это движение тем проще будет дальше теперь разбираем ручки две катакомухи перед собой также как поклонник мы сейчас разберем две пары рук попробуем успеть и посмотрим какая вам просто легче покажет так первый удар когда вы делаете руки на месте а на 2 поднимаете руку вверх и наверху выпрямляете она у вас уже будет в малопадме в нашем лотосе та тэй дальше тэй и та есть теперь мы ее возвращаем дэ тэй 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 то есть нам рукой нужно будет сделать четверть круга открыть и потом закрыть давайте еще раз вправо потом влево та тэй 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 дэ тэй 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 то же самое левой та тэй 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 дэ тэй 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 это движение включают очень часто именно с этими руками Из таких более драматических новостей чаще всего в танце это движение идет на третьей скорости. Давайте еще раз. Локти вверх. Локти вверх. От себя чуть-чуть подальше ручки. Себя не зажимайте. Отвоевывайте пространство себя. Так, первый удар на место. Та, тей, тей, та, бет, тей, тей, та, бет, тей, тей, та. Теперь, пока вы обрабатываете эту информацию, когда мы выводим руку в сторону, ну, плечо у вас также расслаблено, шея расслаблена, все как обычно. Локоть полностью прямой, рука идет четко в сторону. И теперь доходим до пальцев. Пальчики в волопадной, да, в нашей мы стараемся натягивать равномерно, чтобы у вас было плюс-минус одинаковое расстояние между ними. И большой палец у нас смотрит в сторону, обычно, да, минимально в сторону. Не прижимаете его в сторону. Но для тех, у кого уже есть, либо уже есть, либо была растяжка руки, вы стараетесь максимально повернуть руку так, чтобы большой пальчик, кусочек его, было видно снизу. Пробуйте. Вот так ее провернуть, как бы максимально выворачиваете назад. Тянете, чтобы у вас вот тут вот мышцы потянулись, да, вы вспомнили, что они у вас в принципе есть. То есть в идеальном варианте, как на картинках, да, на статуях, они когда стоят, у них чуть-чуть большой пальчик виден. Но опять же, мы с вами все разные, физиология разная. У кого-то просто, да, вот он такой, не поворачивается, у кого-то там где-то пальчик согнут и не получается выпрямить, у кого-то локти, вот бывает, да, что не выпрямляется, выпрямил, но сам локоть вот такой формы. Поэтому это не обязательно, просто чтобы вы знали, если тянется, тянете, если у вас физиологически такой есть, то не тянете, в этом нет страшного чего-то, ошибок, это вы. Вот, так что все правильно, в английский танцах, что хорошо, можно тянуть, можно не тянуть. Давайте еще раз руки, добавим кусочек глаз, после, и сделаем все вместе. У нас есть 8 вправо, 8 влево щитов. Раз, два, три, 4 четко в сторону, 5 на месте, 6 диагональ, 7 над головой, 8 к себе. Раз на месте, два вверх, 3 в диагональ, 4 в сторону. Раз на месте, диагональ, вверх и к себе. Те, кто были на занятии в нашем геометрия Адову, когда я делала, помните, по геометрии движений, мы там все проходили, вот эту часть, что у нас есть четкие точки, как схема, в которую мы стараемся уложиться. У нас есть перед собой, верхняя четко вверх, 45, либо, если надо, 2 по 30 мы берем, 30, либо 45, в нашем случае 45 угол. Четко в сторону, и по такой же траектории мы возвращаем назад. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Да, то есть тут все достаточно четко. То же самое касается ног, да, мы стараемся выпад сделать так, чтобы ножка была минимум 45, а максимум 30 градусов. Да, это не обязательно, но если уже говорить про изначальную геометрию, как она закладывалась, она закладывалась вот под такими углами, в идеальном, в идеальном случае. У меня сейчас камера стоит, я в которой снимаю, у меня есть экранчик, он поделен на вот эти диагонали, оси, да, 3 оси, золотое движение, все. И вот я, когда на него смотрю, то получается уже на автомате руки становятся четко, вот эти 45 градусов, 30 градусов, туда, куда нужно. Так, еще раз руки, потом все вместе с ногами. Локти, пальцы, вперед. И так, раз, давайте так будет проще, раз, два, потянулись, три, четыре. Теперь, если уже движение в голове плюс-минус отложилось, то за этой рукой мы немножко тянемся. Также сдвигая корпус, да, не округляя бок, а сдвигая корпус в сторону. Теперь, назад, вверх и к себе тут уже корпус прямой. Корпус тянется только в конечной точке, когда вы вылете ручку в сторону. Раз, два, три, четыре, посмотрели в сторону. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Первое время, пока движение учите, да, ставите ручки по точкам, думайте про точки. Как только она уже уложится, то можете отпускать эту мысль, руки уже начнут просто синхронно, автоматически становиться в нужные места. Ножки, помните, на месте, широкий шаг, давайте на всякий случай повторим. И та, тей, тей, та, дык, тей, тей, та, дык, тей, тей, та, теперь те же самые ноги, но начинаем с левой стороны, с левой ноги. Все то же самое, начинаем слева. И та, и та, тей, тей, та, дык, тей, та, дык, тей, тей, та. Хорошо. Так, и теперь пробуем сначала вправо медленно руки с ногами, потом влево. Приготовились. На первый удар у вас рука остается на месте, ручки перед собой. И удар. Удар. Теперь широкий шаг, рука летит вверх. Вверх. Теперь, когда мысочек назад, она идет в диагональ. Назад. И на ударе передней в сторону. Хорошо. Теперь удар левой ножкой на месте. И рука на месте. Раз. Так. Теперь широкий шаг, рука в диагональ. Хорошо. Правая назад, рука над головой. И сложили к себе на последний удар. Смотрите, как шустро получилось. Хорошо. Давайте еще раз вправо. Так. Удар на месте. Раз. Широкий шаг вверх. Мысочек в диагональ. Удар правой в сторону. Теперь удар на месте, рука на месте. Широкий шаг, рука в диагональ. Теперь мысочек назад, рука вверх. И на месте к себе вернули. Хорошо. Теперь делаем, пробуем сделать в левую сторону. Переход пока что между правой и левой мы не добавляем. Он достаточно несложный. Но с подборком. Просто не хочу вас запутать сегодня. Запутаю в следующий раз. Так. Ручки перед собой вперед. С левой стороны. Раз. Широкий шаг, рука вверх. Правая ножка назад, диагональ. На ударе. Опустили ручку. Теперь рука на месте, удар на месте. Широкий шаг, диагональ. Левая назад, рука вверх. И на ударе опустили. Так. Ну, вроде бы. Так какого-то особого страха от экрана не исходит. Давайте еще раз влево, потом вправо. И добавим другие руки. Просто хочу, чтобы вы почувствовали, да, как это одни и те же ноги с разными руками. Как оно, в принципе, чувствуется. Влево еще раз. И там. Мысочек назад. На ударе рука в сторону. Молодцы. Теперь удар на месте, рука на месте. Выпад, рука в диагональ. Назад мысочек. И удар. Хорошо. Давайте вправо. Последний раз. И попробуем добавить другие руки. Так. И... Не двигайся. Подождите. Не дышим. Сейчас запущу. Так. То же самое вправо. И... Раз. Два. Мысочек назад. Диагональ. Удар. Теперь удар рука на месте. Широкий шаг. Вверх. И к себе. Хорошо. Так. К нам присоединился Сергей. Сергей, если у вас есть камера, можете ее включать. Я буду на вас периодически подглядывать. Увижу только я. Если еще нету, то можно сегодня без нее. Так. Теперь даю вам другие руки. Они, в принципе, в чем-то, возможно, проще, чем то, что я вам дала до этого. Так. Сергей, сразу включайтесь в поток. Сейчас мы только руки повторяем. И здесь очень простой жест. Просто пальчики вместе. Одна рука у вас правая, смотрите, будет перед грудью, по центру груди. Напротив сердца. И левая у вас будет просто в сторону. Красиво так расслабленно. Здесь вы даже локоть немножко приопускаете и расслабляете сами пальчики. Так. Вот здесь будет. Та. Тей. Тей. Та. На раз, два, три, четыре. Здесь диагоналей будет две. Мы не ждем первый удар. Мы сразу ручку вверх. Тридцать градусов, тридцать градусов. И четко в сторону. Потом на месте. Бет. Тей. Тей. Так. А вот когда обратно, то так же, как в прошлом движении. На месте. Сорок пять. Вверх и к себе. Да. То есть здесь добавляется еще одна диагональка, когда открываете руки. Так. И раз, два, три, четыре. Кто уже там словил движение, да, тянетесь корпусом за рукой. Теперь дэд, тэй, тэй, та. И в момент, в последний, вот этот восьмой удар, в самый последний момент у вас ручка опустится. Дэд, тэй, тэй, та. Так. То есть здесь согнется у вас кисть красиво. Это будет последнее ваше движение, последний акцент. Давайте еще раз вправо, потом влево. Так. С прямой спиной. Задумалась. Тут у вас рука, смотрите, назад не уходит, она четко в сторону. И локоть чуть-чуть присогнут. И та, тэй, тэй, та. Дэд на месте. Тэй, тэй, та. Ручка опускается по центру. Теперь меняем. То же самое левой. Та, тэй, тэй, та. Дэд, тэй. Тэй. Так, давайте еще раз влево. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть логика такая же, да, как в предыдущем движении, только, возможно, для кого-то покажется, что эти руки проще. Так, давайте еще раз ножки, поскольку у нас есть новопривывший. Между пятками расстояние на четыре пальчика. Стопы в сторону, коленки над мысочками находятся. Девочки, проверяйте этот важный момент, да, чтобы коленки вперед не падали. И с первого удара на месте. На месте. Теперь широкий шаг. Левый мысочек назад. И удар. Теперь на месте. Широкий шаг. Правый мысочек назад. Удар левый еще раз. И раз, два, три. Удар правый. Теперь слева. Раз, два, три, четыре. Пока вы думаете, да, перевариваете, смотрите. В этом движении что важно? После первого удара, удар, и потом широкий шаг. Два. Ваш уровень, да, аромат, левополуприя не меняется. И бедра тоже не сдвигаются. То есть старайтесь не сделать вот какое-то такое движение, да, у каждого бывает свой вариант. Оно остается так же четко и геометрично. Та. Тей. Тей. Та бедра на месте. Раз, два, три, четыре. То, что можно здесь делать, это ниже сесть. Когда вы делаете этот широкий удар. Но уже после того, как вы сели ниже, выше вы уже не встаете. Да, или по крайней мере сразу не встаете, не поднимаетесь, чтобы не было резкого контраста, да, что вы сели вниз, потом встали. Давайте еще раз вправо. С вот этой мыслью права у меня здесь. С мыслью о том, что вы стараетесь держать линию, да. Сразу к этой мелочи привыкайте, она важна. Создает атмосферу, градус движения. И на месте. Широкий шаг. Мысочек. Ножки высоко поднимаете. Удар. На месте. Широкий шаг. Мысочек. Удар. Еще раз. На месте. Широкий шаг. Смотрите вперед. Удар. На месте. Широкий шаг. Мысочек. Удар. Хорошо. Давайте сделаем перерыв, повторим все наши жесты, которые мы должны знать, и потом соединим второй вариант рук с ногами. Поскольку сегодня первое праздничное движение, я вас не спрашиваю, да, вы просто за мной можете повторять, а со следующего уже начну потихонечку вас спрашивать. Сначала жесты одной руки, потом жесты двух рук, все вместе, так, локоть у вас плечо в сторону, здесь у нас прямой угол, локоть держите, спина прямая. Так, потака, флаг. Единственный вопрос ко всем, кроме Вероники, на каком языке названия жестов у нас идут? На санскрите. На санскрите, отлично, главное, чтобы вы знаете. Хорошо, все идет на санскрите с переводом на русский язык. Веды, большинство песен, под которые мы танцуем, написаны на санскрите. Потака, флаг. Три потака, сгибаем безымянный пальчик вперед. Тройной флаг, смотрите, тут у вас первая фаланга все же остается в ряду с остальными пальчиками, да, вперед ее не выталкивайте. Так, дальше, арт-хапатака, половина флага, карта-римукха, ножницы, дальше майора-павлин, на большой пальчик кладете безымянный майора-павлин. Кто помнит, как показать павлина? Что вы мне машете? Павлина мы показываем вот так. Я поняла, первое движение. Павлин, у нас два одинаковых жеста, раз, два, три, четыре, мы как-то разбирали походку павлина. Раз, два, три, четыре. Да, майора-павлин, арт-хачандра-половина луны, так, арала-клюк, пальчики вместе, шукатунда, клюв-попугая, мушти, сжатый кулак, шикхара-пик, капита-застежка, на большой пальчик крючочком кладете указательный, а вот эти три лишние опускаете вниз. Капита-застежка, катакамукха, звенок цепи, катакамукха указательный, и средний пальчики кладете на большой. Катакамукха, звенок цепи, сучи, стрелка, пальчики тут у вас коленчиком, и натягиваете указательный, сучи, стрелка, чандра-кала, молодой месяц. Вот так делать не обязательно, просто он красиво так открывается, вот в азбуке, когда мы показываем. Если вы покажете вот в танце, то вот это будет значить звездочки, маленькие, блестящие. Чандра-кала, молодой месяц, подмакоша, держать что-то. Теперь, сарпа-ширша, змея, соберите ей капюшон только, пальчики вместе, сарпа-ширша, змея, мрига-ширша, голова оленя, три пальчика вперед, тут прямой угол, мизинчик вверх, большой пальчик тоже вверх. Так, мрига-ширша, голова оленя, симхамукха, пасть-2, кисть, помните про нее, пальчики вместе, ну это, видимо, нижние клыки-2. Не спрашивайте, как, не я придумывала, но этим жестом, да, вы помните, показываем корову, лошадь, еще кого-то, что гораздо логичнее. Пасть-2, дальше канвула, хвост или злак. Безымянный пальчик зажимаете большим и переворачиваете вниз, ладошки вниз. Хвост или злак, дальше алопадма, любимая наша, распустившийся лотос, чатура, искусный, три пальчика вместе, мизинчик вверх, большой кладете на вторые фаланы. В поклоне, помните, мы с вами уже выросли, да, из уровня совсем начинающих, уже пальчики складываете не так, когда касаетесь земли, а пробуете складывать вот в этот жест. Разницы философски, да, никакой, просто разница в том, что здесь вы красиво их сложили, оно выглядит более декоративно. Чатура, искусный, дальше, брамара, пчела, указательный, сворачиваете внутрь, брамара, пчела, хамсасия, голова лебедя, пальчики тоже равномерно натягиваете, хамсапакша, крыло лебедя, так, я тут локоть сгибаю просто, чтобы вам со всех сторон показать жест, а вы его стараетесь держать. Хамсапакша, крыло лебедя, самдамша, щипцы, мукула, бутон, урнанапха, паук, тамрачуда, петух, трешуба, трезубик, хорошо, жесты двух рук, анжели, приветствие, капота, пальчик разгибаете, приветствие, карката, краб, свастика, символ счастья, правая ручка сверху, долла хаста, свободные руки, ушпапутта, подношение цветов, так, уцанга, объятия локти вверх, шиволингом, символ шивы, так, у вас будет правая внизу, пойдет к себе, и вы ее поставите на левую руку, локти в сторону, символ шивы, катака вардхана, цепь, так, правая к себе, да, правая всегда будет к вам ближе, чтобы вовремя отмахнуться, так, локти, пальцы, хорошо, картери свастика, перекрещенная древко стрел, двое ножниц, да, перекрещиваете, опять же, правая сверху, и открываете вперед, так, теперь шакотам демон, две пчелки, сворачиваем, шакотам демон, и давайте немножко творчески подойдем к вопросу, так, указательный свернули внутрь, получается, и остальные пальчики красиво натянули вдоль, да, шакотам демон, и немножко творчески подойдем к этому моменту, и снесем правой рукой ему голову, вот, чтобы у вас было эмоциональное наполнение этого жеста, глаза при этом останутся такими же страшными, не улыбаетесь, широко открываете глаза, подтягиваете нижние веки, так, раз, и потом два, вот здесь вы предварительно оставляете расстояние между щетиной и лицом, чтобы меч красиво прошел, да, и опустился вниз, чтобы было удобнее сносить голову, раз, два, за мечом смотрите, и потом уже вниз туда за головой, которая туда падает, борода не остается сбоку, борода вместе с вами подвигается, двигается, да, 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 хорошо, так, шакотам демон, дальше шанка раковина, так, это у нас какая рука? Левая, значит, правой рукой обхватываете левый большой палец, и соединяете правый большой с левым средним, и сдвигаете в сторону, хорошо, я тут недавно заметила, что есть ленивые танцоры, которые просто вот так вот, не вы, а в других школах, не в нашей, у нас ленивых нет, они просто так ручки складывают и в сторону, но тогда эта шанка может так же красиво рассыпаться, шанка раковина, и на другую сторону чакра диск, так, правая, получается, смотрит пальчиками вверх, левая смотрит пальчиками в сторону, так, вопрос ко всем, кроме Вероники, что это за диск? Диск нишно, диск нишно, хорошо, это оружие, которым можно снести голову очередному демону, да, то есть это не просто какой-то диск, это оружие, так, Паша вражда, правый пальчик висит на левом, два указательных, Паша вражда, два мизинчика, Килака, Любовь, теперь, Сампутта, коробочка, Матья, Рыба, так, обе ладошки смотрят вниз, дальше, Курма, Черепаха, правая на левую, левая на правую, ну, как вам удобнее, пальчики вместе, потом мизинчик в сторону и большие пальцы, так, хорошо, локти в сторону, если показываете черепаху в танце, то поближе к подбородку, да, подносите ручки и плывете, вот как черепаха, вперед, хорошо, Вараха, Кабан, Большие пальцы это уши, мизинчики это клыки, так, хорошо, что руки не четыре, так, и он, единственное, он ушами не плывет, да, он стоит, клыками тем более, да, если роет, то вот так, так, Вараха, Кабан, дальше, к себе обе ладошки, пальчиками зацепились, Горуда, Орел, так, Нагабанда, клубок змей, правая к себе, клубок змей, дальше, Котва, кровать, ну, тут все должно быть просто, четыре ноги у кровати, переворачиваете местом, где спят вверх, так, хорошо, Котва, кровать, Берунда, Двуголовая птица, две капитты, да, два указательных пальчика, кладете на большие, и перекрещиваете между собой капита, так, Двуголовая птица, и последняя, Авахита, скрытая тайна, скрытые чувства, хорошо, скрытые жесты, есть, отдохнули, встаем и бежим соединять руки с ногами, давайте вспомним руки, последние, не первые, а вот те, что у нас предположительно должны быть проще, так, перед собой, четко по центру, да, обычно у нас правая напротив правой, груди левая напротив левой, здесь, движение исключения, у вас будет по центру рука, и раз, два, три, четыре, теперь пять, шесть, семь, восемь, меняем слева, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, так, из тех, кого вижу, в принципе, да, у всех получается, если есть вопросы у тех, кого не вижу, то задавайте, так, потому что, когда я вижу, что у всех видимых, да, получается быстро, то я начинаю быстрее давать материал, если есть вопросы, обязательно задавайте, еще раз, и раз, два, три, четыре, пять на месте, шесть диагональ, семь вверх, восемь, себе меняем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и восемь, вот, отлично, проекторию движения руки, поняли, хорошо, вопрос, отвлекающий, в чем разница между декоративным движением и описателем движением? Можно включить микрофон, кто знает? Можно декоративным движением. Еще раз? Возможно, в декоративном более мягком. В декоративном более мягком. Я имела в виду неточный вопрос, в чем смысловая разница между декоративным движением и описательным движением? Ну, декоративным, что это значит, а в этом как движение еще. Да, смотрите, в описательном вы рассказываете историю с помощью жестов, да, вы рассказываете историю, декоративные движения, это как декоративный рисунок в орнаменте, да, Да, кружочки, треугольники, да, то есть если в орнаменте где-то в саре, например, да, у вас нарисованы девочки, да, там птички, то сразу понятно, что это девочки и птички. А когда там полосочки, точечки, любые другие фигуры, это декоративный рисунок. То же самое есть в танце, это не значит, что в декоративном нет значения, оно есть, просто оно общефилософское, да. Так есть общее философское значение у круга, полукруга, у точки, да, у волн, всего, точно так же здесь. Хорошо, то есть мы делаем все то же самое, рассказываем всю ту же философию, только с помощью тела, с помощью движения. Так, теперь, кто сегодня первый раз, предлагаю делать дальше только ножки, то есть не соединять руки с ногами, либо делать только руки. Выбираете, что вам проще, что легче. Со временем ноги привыкнут к рукам и наоборот. Остальные очень медленно. И, та, тэй, тэй, та, бэк, тэй, та, переход мы еще не разбирали, его сейчас опускаем. Еще раз вправо. Первый удар, когда рука летит вверх, у вас будет на месте. И, та, тэй, тэй, та, бэк, тэй, та, бэк, тэй, та. Так, еще раз давайте вправо. Немножко необычно, судя по, по языку тела, которое я сейчас у вас вижу. Но привыкнете. И, та, тэй, тэй, та, бэк, тэй, тэй, та. Так, и давайте влево попробуем, переходы опять же пропускаем пока что. Просто в левую сторону несколько раз. И, та, тэй, тэй, та, бэк, тэй, тэй, та. Так, еще раз влево. И, та, тэй, тэй, та, бэк, тэй, тэй, та. Так, более-менее. Немножко запутались, голова закружилась, это нормально. И давайте предыдущий вариант повторим. Та, тэй, тэй, та, бэк, тэй, тэй, та. Так, право сделаем через паузу влево. Так, только ножки, кто первый раз, ноги остаются те же. И, та, тэй, тэй, та, бэк, тэй, тэй, та. Та, еще раз вправо. Та, тэй, тэй, та, молодцы. Та, бэк, тэй, тэй, та. Так, и пару раз сделаем влево. Это будет ваше домашнее задание, привыкнуть к ногам с руками. Ну, для кого-то только к ногам. И, та, тэй, тэй, та. Бэк, тэй, тэй. Та, еще раз слева. Та, тэй, тэй, та, бэк, тэй, тэй, та. Хорошо. Так, кому сильно сложно, сядьте в шпагат, да? Кому не сложно, помашите руку. Так, надеюсь, что не сильно, да? Не сильно мозг там где-то взрывается, дымится. Если сегодня дымится, в следующий раз уже будет проще. В следующий раз мы добавим третьи руки, да? И разберем еще один вариант этого движения. Просто как трейлер следующего занятия, да? Какие руки мы будем разбирать? Только одни, и продолжайте заниматься с танцем. Та, тэй, тэй, та. Дэ, тэй, тэй, та. Та, тэй, тэй, та. Дэ, тэй, тэй, та. Это следующие руки. То есть ноги такие же, а руки будут уже захватывать не только вверх и в сторону. Они будут уже захватывать и назад, и вперед. Вот так же, как в трейлер, там мы с вами начинали, да? Сначала только в сторону, потом чуть-чуть вверх, вниз, да? Захватили все стороны, так же здесь движение устроится. Хорошо. На сегодня все. Будем заканчивать. Вместе делаем поклон. Так, если будут какие-то вопросы, то вы задавайте ногти вверх. И так-ка-ди-ми. 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 Так-ка-ди-ми-ты. Всем большое спасибо. Намасте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»